В 60-е годы прошлого столетия в Советском Союзе бурно развивалась угольная отрасль и каждый год водились в строй десятки угольных шахт, вокруг которых, как грибы, разрастались горнятские поселки со всеми удобствами, домами культуры, стадионами, детскими садами, больницами и даже библиотеками. Профессия шахтера была непростой и очень опасной, однако реально уважаемой и доходной. Заработная плата горняка минимум составляла несколько сотен рублей и в передовых бригадах запросто доходила до тысячи. В 1963 году была введена строй шахта «Горловская Глубокая» с богатыми запасами хорошего угля, который в 1965 году решением трудового коллектива присвоили имя первого космонавта Юрия Гагарина. Юру зачислили в списке шахтерской бригады, начисляли выработку и зарплату, которые потом тратили на нужды трудового коллектива. С тех пор этот горловский поселок и называется поселок шахты Гагарина. Сейчас ствол шахты находится прямо на линии фронта. От этого места до позиции украинской армии в ближайших поселках Шумы и Чигири не больше полутора километров. Когда-то богатый и многолюдный поселок шахты Гагарина опустел и вымер. Сейчас тут проживают несколько десятков местных жителей, которым выезжать либо некуда, либо не на что. Мы приехали сюда, чтобы передать посылку от нашего зрителя для тети Вали. Она была героиней нашего сюжета и запомнилась всем своей жизнерадостностью, такой энергией. И именно она передала нашим пацанам на фронт свой баян. Нам повезло, и мы отработали без происшествий и даже практически в полной тишине. С прифронтовым приветом 1 сентября 2023 года поселок шахты имени Гагарина, Горловка. Всех с первым днем осени и днем знаний. Ваша Марьяна Наумова.